Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? А еще в шоколаде, печеньях и конфетах. Студентка Кристина Иванова признается, ни дня не может без сладкого. Углеводы у нее на завтрак, обед и ужин. Еще очень люблю мармелад, мороженое, шоколад. Это разделяет вся моя семья. Когда я ем шоколад, у меня сразу поднимается настроение. Я люблю больше молочный шоколад. Но мой папа говорит, что болезнь все-таки темный шоколад. Но мне он как-то не очень нравится. Еще у меня мама готовит очень вкусные тортики. Специально для таких сладкозависимых опытные кондитеры с раннего утра создают шедевры. Здесь готовится начинка из вишни, теплые ромовые бабы пропитываются ароматным сиропом. А за соседним столом торт «Наполеон» промазывают фирменным кремом. По словам кондитеров, зимой спрос на сладкое резко растет. Есть различные виды тортов, пирожных. Пирожные торты на любой вкус. Для любителей шоколада, фруктов, сгущенки. Сейчас мы производим в среднем в день 250 тортов. Это порядка 2500 порций. И, соответственно, они у нас расходятся. Пользуются спросом. Горькая правда о сладком такова. Как только манящая конфетка попадает нам в рот, это вызывает бурную реакцию организма. Выделяется инсулин, который всю эту млюкозу тащит к нам в клетки, если они активны. Если же нет, то это все уходит к нам в жировое депо. И по прошествию очень короткого промежутка времени наш организм хочет еще энергии. Психологи бьют тревогу. Любовь к сладкому можно сравнить с алкогольной и любой другой зависимостью. Если вы чувствуете, что ваша жизнь превратилась в сладость, причину нужно искать глубже. Одна из них – быстрая возможность себя порадовать. Сладость, оно несколько так притупляет и сглаживает наши все там порывы. Рискованные, агрессивные и так далее. Поэтому люди, они естественно, то есть в погоне за ощущением комфорта, мы прибегаем к наиболее доступным. И если в списке доступности конфетка стоит на самом первом месте, который можно достать из кармана, а море – на самом последнем, в котором можно готовиться и копить деньги. Поэтому, соответственно, то есть по принципу доступности человек выбирает самое доступное, и, соответственно, он съедает что-нибудь сладенькое. Чтобы избавиться от углеводной зависимости, не ешьте сладкое на пике эмоций, когда очень хорошо или слишком плохо. Во-вторых, покупайте домой ограниченное количество вкусностей. И не берите дешевое. Психологи уверяют, здесь сработает человеческая жадность. Чем дороже продукт, тем меньше будем его есть. Полноценно завтракайте, обедайте и ужинайте. На сытый желудок сахара хочется меньше. Не бросайте кушать сладкое резко – это стресс. Уменьшайте порции постепенно, каждый день. Ну, как? Там еще осталось немножечко варенья. Нет, варенья нет. Что, нет совсем варенья? Нет. Не капельки. Нет. 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 Нет.